МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать. Высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете радио «Новродная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем канале в YouTube. Радио НВС. Вот уже наши зрители и слушатели на канале YouTube подключились. Привет всем, всем привет. Ну что, с чего начнем, дружище? Да, со мной студия Олег Патлов, меня зовут Сергей Зацепин. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения, темы, милости просим. Буквально. Давай, примем звонок. Да, конечно. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Сережа, это Толик, кто ведет передачу. Я очень рада слушать опять. А у меня такой вопрос. Вчера на телевидении показали бывшего SEO компании какой-то, да, который Resign, и он выдал полностью все, что только происходит. Это динкурсическая бантика, что они вытворяли, что они делали. Я конкретно не понял, потому что я половину включил. У меня слух неважный. Если можете, хоть вкратце объясните, кого он зацепил. Связаны все абсолютно вместе взятые. Какие-то, похоже, что это судебное дело, что это криминал. Это первое. А второе, что происходит на границе с Лексикой. Какой новый он издал указ об этих эмигрантах. Я не совсем разбираюсь, понимаю, что происходит. Если не трудно объяснить. Давайте попробуем. Спасибо. Значит, бывший создатель и CEO Патрик Берни, по-моему, он подал в отставку в связи со скандалом, и выясняется, что получил задание от ФБР «Завести романтические отношения с русской шпионкой Марией Бутиной». Ну, в общем... Старая сказка называется. Да. Одним словом. Дип-стейт. Ну, похоже, что ему есть чего рассказать. Непосредственное задание он получил, как я понял, от Питера Строка. А помнишь такого Питера Строка? Конечно, еще бы. Ну, честно говоря, я не слышал вчера об этом ничего, признаюсь. Я не видел, не читал. Вчера как-то вообще не получилось посмотреть, что там в мире происходит. Ну, он давал интервью на CNN, давал интервью на Fax News. Ну, я слышал одним ухом, да. Но я еще в эти подробности пока не вник. Но, слушайте, всегда есть кому что-то рассказать, особенно если человек занимает такую высокую должность. Если он связан с политическими кругами. А по-другому и не бывает. Если, допустим... Откуда вообще берут деньги кандидаты в президенты или кандидаты в Конгресс? Они используют деньги своих доноров. Кто является донорами. Компании, которые вкладывают в них, чтобы потом они, как говорится, своими законами, которые проталкивают в жизнь, помогали этим бизнесам получать еще большую прибыль. Вот поэтому я уверен, что есть такое вот очень модное выражение в последнее время «скелеты в шкафу». Я таки не знаю этимологии этого, не знаю, откуда произошло. Но уверен, что у каждого есть скелеты в шкафу. Интересно, когда я работал в даунтауне одно время, и я ездил на Purple Line, вот это CTA train, который отправляется из Вилмед. И знаешь, когда утром приходишь, это конечный остановок. Одни и те же люди едут в одно и то же время. И с нами ездил один дедушка, очень такой старенький довольно. Ему было лет за 75 точно. Он бывший юрист, адвокат. Причем он занимался таким corporate law, всеми вот этими вот передрягами, которые случаются в компаниях. И как раз была история с Моникой Левинской, Билл Клинтоном. Так вот, он говорит, я не понимаю, за что его судят. Потому что все до единого, они у них рыльцы в пушку. И если бы я только мог рассказать истории, которые я знаю, поверьте мне, что полетела бы не одна голова. Вот так что ему, наверное, есть что рассказать. Наверное, мы еще много нового узнаем о том, что творилось в ФБР под руководством КОМИ. Еще, что касается ФБР, еще интересная вещь. Маккейб. Эндрю Маккейб? Да. Который находился под следствием. Следствием, да. Который незаконно сливал информацию, лгал под присягой и так далее. Судя по тому, что его наняли в CNN? Контрибьютором. Неофициально. А, официально? Официально. Официально наняли. Все, они его наняли, подписали контракт с ним. А, окей. То есть, он у них на ПРОЛ уже. Он у них, да, он у них получает немалые деньги. Там они платят прилично своим этим врунишкам. Вот там Брэннон был, там Клэпер был. То есть, они его наняли с одной единственной целью. Он будет опять талдычить о том, что Трамп с крючка не слезет. Мы его все равно засадим, посадим за то, что он колодус. Потому что у нас есть неопровержимые доказательства. Невзирая на то, что, так сказать, расследование специального прокурора ничего такого не нашло. Но вот они, им главное об этом говорить. Потому что вагиноголовые-то все равно это хавают. Все равно будут об этом, так сказать, под впечатлением ходить. Ленька Могилевский по-прежнему будет ждать банкет по поводу импичмента Трампа за то, что он колодит с русскими. Ну, в общем, с этой целью они его и наняли. Но в этом есть некий нехороший знак. Это значит, что этому Маккейбу, Эндрю Маккейбу, наверное, не будет предъявлено обвинение. А ты думаешь, кому-то вообще будет предъявлено? А вот мне интересно, что наши радиослушатели по этому поводу думают. Потому что мы знаем, что Клинтон нарушила нескольких законов, за нарушение которых она должна была сидеть в тюрьме десятки лет, если не пожизненно. Джеймс Комми, во-первых, врал Конгрессу, во-вторых, незаконно сливал информацию. Было представление генерального инспектора, генеральному прокурору, представление о возбуждении уголовного дела. И вот интересно, действительно, как-то вот все, не знаю. Я всегда, не знаю, почему-то всегда сомневался, что этим людям будет предъявлено какое-то обвинение. То есть это неприкасаемое? Опять же, как мы говорим, если вернуться к этим скелетам, то я уверен, что у Клинтон есть досье на каждого, на каждого из всех. То, что у них есть, это факт известный, вы помнишь. Может, поэтому ее и не хотят трогать. Даже как адвокату, их адвокату, который украл папки с личными делами СВБР. Когда она вошла в Белый дом. Да, и ничего. Конечно, у них есть на всех. Ну вот, наши радиослушатели что-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да, добрый день. Я слушала факс, другие ничего не говорят. И выступал один очень такой, он не так часто выступает, не знаю фамилия, он сказал, что Макей, Брэннон, Стилл должны готовиться, что им будет предъявлено. Наверное, будет предъявлено и Коми тоже. Это то, что будет на полезность. Очень хочется в это верить, но как-то у меня... А почему нет? Ну, естественно, да, вопрос возникает, почему нет. Нет сомнений в том, что они нарушили закон. Нет сомнений в том, что они действовали незаконно. В этом у меня сомнений нет. Но вот у меня появляясь, с каждым днем почему-то возникают какие-то сомнения. Вы знаете, вот эта вот фраза из бита, Нобали за Бавдуло, то есть все должны предстать перед судом, если они виноваты, к сожалению, не работает. И мы это знаем, что когда люди находятся где-то наверху эшелона власти, то не трогают их почему-то. Особый круг, неприкасаемый. Давай попробуем еще. Добрый день. Аллах. Да, да, мы вас слушаем. Добрый день. Спасибо за передачу. А зачем далеко ходить? Все вы рассказывали тоже в вашей передаче, что Джо Байтон приобрел определенную сумму денег на своего сына из Украины. Это исчисляется не миллионами даже. В Китае тоже было Джо Байтоном. Дальше Клинтон прочитал лекцию в России, за которую мы заплатили полмиллиона. После чего неожиданно для нас всех, как говорится, зимой выпал снег и продали России. 20% урана. Урановая сделка была, где гостигитаря была его жена, Филарик Клинтон и так далее и тому подобное. Очень много высшего шелона власти допускали и я думаю, что будут допускать то, что не положено нам, простым смертным. Но меня крайне удивляет, почему демократы в своих выступлениях и рвениях к президентскому креслу не ловили Джо Байдена на этих сделках. Скажите, а им нужно было этим заниматься и ловить его? Ведь у них же одна цель. Вы правильно сказали. что они борются вот за места в Конгрессе, за свои кресла. Я прошу прощения. Им обязательно нужно было ловить, потому что если они сейчас не отсеют людей, имеющих слабые стороны, то потом этим займутся другие, противоположная сторона, републиканцы. И тем самым они ставят сразу свою кандидатуру под удар того, что выиграет спортивная сторона. Поэтому надо отсеять слабых, оставить сильных. Вот для чего будут эти конкуренции. Поэтому я и спросил, почему они так делают? Они что, дураки? Нет, они и дураки. Вы можете ответить на мой вопрос? Что они делают? Вы имеете ввиду кандидаты в президенты? Кандидаты в президенты от демократической партии. Почему они не ловят друг друга? Вы знаете, они... Мы на этом на самом деле говорили. Говорили, да. И как раз я должен не совсем согласиться с вами. Почему они не предъявляют Джо Байдену вот эти все вещи, о которых вы говорили, и я думаю, что знают многие? Почему они не предъявляют ему это? Вы знаете, во время дебатов Байдену было столько предъявлено, и как вы помните, он не мог конкретно ответить ни на один вопрос, и только улыбался, и чуть ли не засыпал на трибуне, а во время последних дебатах он вообще сказал, что это... Господи, вылетело из-за этого. Но этих вопросов не было о приобретении... Не было? Нет, не было, и не будет. И мы когда говорили, что будут дебаты, и я высказал свою мысль о том, что Байдену будет предъявлено разные, так сказать, претензии, но вот то, что касается вот этого, это же пятно на партии, это же пятно на Обаме, это же пятно на всей этой банде. Вы понимаете? Поэтому навряд ли они об этом будут говорить. То есть об этом мы знаем, но для того, чтобы муссировать это по радио и по телевидению, чтобы об этом постоянно-постоянно говорили, мы же знаем, что такое мидия. Это инструмент, с помощью которого мы вдавливаем в мозги людей какую-то информацию, и большинство людей верит этой информации и не собирается перепроверить ее, не собирается узнать, насколько правдив источник этой информации. Вот поэтому они это и не делают. Ну, всем известно, что сын Байдена имел какие-то темные делишки с Китаем, что Байден имел какие-то темные дела с Украиной. Вот об этом говорят, но я не думаю, что этому дадут какой-то большой ход. Я думаю, что если Байден будет номинирован, то об этом, безусловно, будут говорить республиканцы. Это уже потом, да. Но свои об этом говорить не будут. Зачем же им выносить мусор из собственной избы? У нас есть еще один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, господа. Здравствуйте. Приятно слышать вас в пятницу, как всегда. И вас тоже. Я хочу, чтобы вы мне прокомментировали, потому что я, наверное, в какой-то степени, мы все были удивлены, я вижу, идет по всей Америке. Вдруг наш бывший конгрессмен, односроковый, был два года конгрессмена, потом проиграл Дагфор, который теперь Сенат представляет наш штат, объявил, что он собирается баллотироваться в президенты. Вы знаете, я много лет его слушал, в это время возвращался с работы, и он был неплохой, очень неплохой. Но последние два года он просто, у него по это вот, он всегда жаловался, что его никто не приглашает. Но когда он стал катить против Трампа, потихонечку, потихонечку, его стали приглашать на СНН. А потом они его высосали, и больше ничего было его. Он все равно жаловался. И он все накручивал. Вы знаете, в прошлом году я был на сам эти, как в этом году будет казаться, Хеннити приезжает, 560 АМ. И его там раздолбали буквально все, кто-то были. Все, включая местных, как те, которые будут утреннее шоу и так далее. И то есть это накатывалось, но не до такой степени, что он хочет от республиканской партии выбираться в президенты. Но это же полнейшее абсурд. Понимаете, но это, к сожалению, вот такое бывает, как с этим скоромучие, вот это вот эти перевертыши, черт знает, кто они и чего они знают. Он имеет такую же чему, сверить у Трампа, как я не знаю, что. Как я стать поговорим. Но интересно, потому что это от нашего штата. Мы его слушали много лет. И вдруг это вот, ему не нравится, все не нравится. Все, ребята, всего-всего хорошего, спасибо за программу. Вам тоже спасибо. Есть такое понятие, как пиар. То есть я так понимаю, что никакой другой цели, чем поднять рейтинг своей персоне, и чтобы его имя было как-то на слуху, давайте, во-первых, назовем имя, это Джо Уолш, бывший конгрессмен от 10-го, 10-го дистрикта, а нет, от 11-го, по-моему. От 11-го, по-моему. От 11-го, по-моему. В 10-м был Баб Долб, а этот был, по-моему, 11-й, но неважно, неважно. Ну, в общем, после него там была женщина, конгрессвумен. Он действительно представлялся консервативным ток-шоу ведущим несколько лет, а потом стал съезжать на рельсы Нева Трампера, стал хайд Трампа, а его стали приглашать на СНН периодически. Возможно, он пытался, так сказать, выбить себе там теплое место, как все остальные. Сережа, мы же знаем, неважно, кто платит. СНН платит сумасшедшие деньги всем этим болтунам, поэтому... Ну, вот, кстати, у них большие финансовые проблемы сейчас после вот тех скандалов, которые были замешаны несколько ведущих. У нас звонки есть еще, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день, ребята, вы мне так и не ответили. На первом консерте... По поводу границы я хотел... ...смегрантов, что там Трамп новое придумал, как они будут все выгонять этих нелегалов, что они будут делать на границе. Очень большое количество сидят у нас в стране, 20 дней или 60 дней. Может, они уже объяснят, как я не понимаю, что происходит. Мы сейчас примем еще один звонок, и мы вернемся к этому обязательно. Добрый день, мы вас слушаем. Привет, Олешка, привет, Сереж. Привет. А кто это? Кто это? Толичка, привет, мы тебя рады слышать. Пару мыслей вслух. Да. А насчет этого Джо Уолш? Толик, у тебя есть 2 секунды, ты помнишь, да? Я, естественно. Причем я заодно уложусь. Давай, давай, дорогой. Самое интересное то, что это Джо Уолш. Конечно же, у него нет никаких шансов даже подумать о том, что он может куда-то пролезть. Но вы подумайте, что он делает, и как его используют. Вот Олешка правильно сказал, что его вызывали уже на CNN и так далее. Вы поймите, задача Джо Уолш это как можно больше дать возможности поливать Трампа грязью, причем его же соратникам, так называемым однопартийцам. Сто процентов. Вот и все. Тут дело даже не в пиар. Дело в том, что это еще один инструмент для демократов поливать Трампа грязью. Точно так же, как они используют Харамучи. Вот сейчас они будут использовать Джо Уолш. И все это понимают. То есть все понимают, что у него нет никаких шансов. Никуда. Его просто используют чисто как, ну, простите за выражение, инструмент. И это то, что касается Джо Уолш. Теперь, смотри, насчет обвинений. У нас уже было одно, как это сказать, criminal referral, да? Харвит подал criminal referral наркоме. И что из этого вышло? Ничего из этого не вышло. Justice Department решил обвинений не выдвигать. Да, не выносить. Понимаете, интересно будет смотреть не на то, будут ли выдвинуты обвинения. А обвинения-то будут выдвинуты. Харвит там. Criminal referrals будут выданы. А вот теперь вопрос, против кого и будут ли вообще... Что сделает Justice Department вот с этими советами по обвинению? Понимаешь, вот что самое... Я до сих пор не понимаю, что они ждут с Коми. Вот тут интересная вещь. Я не думаю, что это ожидание приведет к чему-то, если честно. И чем больше оно будет затягиваться, тем меньше будут обращать внимание на всю эту историю. Почему-то так там. Ну, я... Честно, я не думаю. Потому что, смотри, этот, как его... Они сейчас... Они очень серьезно ждут... Я так понимаю, что Барт не хочет на себя брать. Брать, да, да. Я тоже... Именно обвинительный процесс. Правильно. Я думаю, что он дождется, когда Дюргам сделает свои заключения. Дюргам имеет такие же права на обвинительный процесс, как и Барт. То, чего не имеет Горовец. Вот мне кажется, что Дюргам это будет тот, который будет выдвигать вот эти вот обвинения. Не Барт. Ну, как говорится, поживем-увидим. Время покажет. Хотелось бы, конечно, чтобы справедливость восторжествовала. Вот, выговорил. Для этого ее нужно как минимум попробовать выговорить. Да, ну, видишь, получилось вроде со второй попытки. Да. Спасибо. Все, спасибо вам. Давайте, будьте здоровы, держитесь. Звони, если возникнут мысли опять. Я даже в этом не сомневаюсь. Давайте, ребята. Начали. По поводу границ. По поводу границ мы поговорим сразу, после перерыва. А, да, давайте. Там целый ряд инициатив президентских, которые очень жарко обсуждаются в социальных сетях. Об этом мы поговорим. Возвращаемся в программу Народная трибуна. И давайте прием звонок. Ну, добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Добрый день. Я могу говорить? Да, пожалуйста. Я задал вам в самом начале вопрос насчет этой самой миграционной системы, которая сейчас на границе. Что там происходит? Вот сейчас мы об этом и поговорим. Мы сейчас находимся депортировать или что? Трамп издал какой-то новый указ или новую программу. Как там? Я не могу разобрать. Сейчас попробуем. Что-то какое-то непонятное. Сейчас попробуем. Дети отдельно, взрослые, это вместе. Да, да. Спасибо. Сейчас будем делать. Сейчас будем говорить. Значит, по существу, ну, был такой сеттлмент сделан. Там судили правительство за то, что детей держат в этих детальных центрах. Конслагеря. Конслагеря, как сказала Абхазия Картес. Значит, и сделали такое соглашение, что детей можно держать в этих центрах не более 20 дней. Через 20 дней необходимо выпускать. Что 20 дней не позволяет службам проверить. Принять какое-то решение. То есть, не успевают. Нет. Поэтому администрация выступает с инициативой продлить этот срок там до 60 как минимум дней или максимум до 60 дней, что вызвало в среде либералов буквально истерику. по поводу еще... Ну, по поводу границ, по-моему, пока никаких больше не было таких серьезных изменений, увеличения. Вот это. То есть, продлить срок содержания для того, чтобы служба иммиграционная могла разобраться, кто, как и что. Потому что на поверку вылезают такие факты, о которых либералы, о которых CNN, MSNBC, вообще вся масс-медиа не говорит о том, что картель использует детей специально, то есть, арендует детей, там, проводит через границу с детьми каких-то людей, потом этих детей возвращают назад и используют таким образом. И когда стали проверять, сделать анализ ДНК, то выяснилось, что там огромное количество детей не имеет никакого отношения к людям, которые называют их своими родителями. об этом говорил наш лучший в истории Америки президент Обама еще вот 8-9 лет назад, и это видео буквально несколько дней назад опять в который раз начало ходить по интернету, вот, где Обама осуждает тех, кто использует вот этот вот детский детей, Charles Trafficking, да, использует детей вот с вот этими целями. То есть, ну, истерика, которую подняли либералы, тут местные некоторые наши активисты кричат о том, что администрация Трампа намерена держать детей до бесконечности, то есть, вот сколько захотят, столько и будут, речь не об этом идет. На самом деле идет речь о 60 днях с тем, чтобы иммиграционная служба могла разобраться, выяснить, что кто есть кто. Ну, на самом деле, это не только одна акция, которая как-то связана с нелегальной иммиграцией, прошу прощения, на самом деле, там несколько вещей, которые сейчас происходят, ну, мы помним, что Трамп сказал о том, чтобы сделать ограничения по поводу выигрыша вот этих вот грин-карт, сейчас он предлагает отменить гражданство по праву рождения. То есть, вновь заговорил о том, что очень серьезно надо рассматривать вопрос отмены права на гражданство детей, рожденных от граждан США, но не проживающих на американской территории. Вот на встрече с журналистами в Белом доме он заявил, что считает гражданство по праву рождения откровенно смешным. И давайте вспомним вот эти вот Майами мама, как там называлось, этот термин был, когда приезжали женщины из России, кстати, не только из России, на самом деле из Китая чартерные рейсы летают, а через границу, через грандобеременные латинос перепрыгивают, выражают тут детей. В Майами было громкое дело, когда, помнишь, закрыли один из офисов, взяли каких-то там пару врачей, которые делали все эти липовые документы сначала, а потом, когда уже ребенок родился, то уже получал гражданство. Давайте примем звонок еще один. Добрый день, вы в эфире. Алло. Да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Вот это все хорошо, и то, что он хочет это давно уже назревшее, так сказать, изменить, вернуть, скажем так, закон гражданства по рождению к тому, что было оригинами, уж вы понимаете, это была интерпретация существующего положения Конституции, очень специфические, так сказать, используем великий и могучий английский язык. Но я хочу сказать о другом. Почему-то Трамп в свое время, не так давно, где-то когда, месяца пол, Трамп, помните, как он уступил по вопросу, в вопросе о гражданстве в Сенсусе, и ничего дальше. Он, конечно, заявил, что мы определим, сколько, но он сетизиент, у нас есть другие способы, но количество представителей определяется по числу жителей Байсенсус, и он это поле отдал без боя. Я считаю, что это его чисто, не первый раз он уступает этим нержавцам. Я бы хотел, как бы вы покомментировали этот момент. Ну, по-моему, он говорил, что у нас есть другие пути, чтобы получать информацию. действительно, радиослушатель говорит о том, что решение это принимается о количестве представителей в Конгресс на основании результатов опроса переписанной населения. конечно. То есть, это принципиально. Я не знаю, смогут ли они изменить что-либо. Конечно, данные они такие могут получить. Все агентства располагают этими данными. То есть, они будут использовать информацию правительственных агентств для того, чтобы получить более... Мало того, они даже получат более точную информацию, чем перепись населения, потому что там могут собрать. Вот это не имели в виду. Но смогут ли на основании этой информации они изменить расходы? Насколько легитимна она будет для них? насколько они смогут изменить. Вот, скажем, там же приводилась статистика, что колоссальное количество, скажем, в Калифорнии живет несколько миллионов нелегалов, которых представляют конгрессмены в Конгрессе. Потому что если бы этого не было, то там количество мест в Конгрессе у Калифорнии было бы меньше. Так же, как и в Иллинойсе. Ну вот, по неофициальным данным мы знаем, что за Хиллари голосовало только в Калифорнии три с половиной нелегалов. Это те, кто голосовали. А сколько еще таких? А сегодня им всем выдали уже водительские права. Добрый день, мы вас слушаем. Да, ребят, просто вот сердце крови облилось, когда услышал звонок этого радиослушателя, который сказал, что Трамп сдал позицию без боя. Нет, это неправда. это дошло до Верховного Суда. Он боролся с этим до Верховного Суда. И Верховный Суд объявил о том, что пока что этот Ценсус не будет включать в себя этот вопрос. Толик, ключевое слово ты сказал пока. Молодец. Мало того, Верховный Суд сказал, что в принципе этот вопрос легитимен, он может быть включен в Сенсус. Но вот аргументацию, которую представило правительство, как бы не устроило Верховный Суд не до конца. Но я думаю, что этот вопрос еще будет решаться. Просто я хочу, чтобы наши радиослушатели понимали четкую правду. Потому что вот такие люди, которые звонят, которые не понимают, о чем они говорят, они просто вводят людей в заблуждение. Трамп не сдавал это без боя. Трамп это довел до Верховного Суда. И когда Верховный Суд ему этого не позволил, он нашел способ, которым все-таки добьется, чтобы получить эту информацию. Это очень важно. Очень важно. Трамп борется за это как он может и любыми всеми способами. Так что... Спасибо. Да, существенное вопрос. Да, да, Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. В 1868 году, когда 14-я поправка внесена, никому в голову не могу прийти, чтобы пойдет вал из Гватемалы, из Мексики еще откуда-то. И вот если бы, наверное, сейчас был бы жив в скале, конечно, не допустил такого произвола, который сейчас появится. На самом деле 14-я поправка имелась, она конкретно была предназначена для... имелись в виду рабы. Рабы, да. Да, да, ну, в общем-то, да. Там рабы, потом индейцы, там, но это не важно, хотя для них это гражданское дело. Ну, в принципе, вот эта казуистика, которая ведется, она, знаете, это уже не первый случай, когда Трамп заявлял, что он умеревается покончить с этим, но так или иначе, его законодательное предложение неизбежно вызовет... Скорее всего, наверное, не допустим. Оно вызовет длительную юридическую битву... Да, вы слышите нас, да? Я сейчас слышу, да, еще. Да, я хотел сказать, что так или иначе, но его законодательное предложение неизбежно вызовет очень длительную юридическую битву за вот эту 14-ю поправку. Но его каденция не успеет произойти. То есть, я напомню, что эта поправка предоставляет гражданство любому ребенку, родившемуся США, независимо... может быть, случайно самолет приземлился, родился, и он уже готов. Ну, мы знаем, что Майами всегда была столицей вот этого вот туристического рождения вот этих туристов. Да, оно и сейчас продолжается. Даже иногда вот в море плаваешь, и вот женщина плавает с большим там пузом, я помню, мы как-то разговаривали. О кого напугала? Да, она говорит, ну, говорит, я вот, да, я приехала рожать, да, я вот это вот об этом знаешь, это я об этом знаю, вот некоторые наши адвокаты местные с высшим экономическим образованием, об этом не знают, потому что там была дискуссия на Фейсбуке, и один из наших адвокатов, когда написали, да вы что, туризм тут такой, Бёрд, туризм, он, да, с чего взяли, кто вам сказал, что это такое? Они об этом не знают, а там есть, что у него поддержал. Что значит, не знают, когда во Флориде был крупнейший скандал, когда словили несколько адвокатов и врачей, которые этим занимались. Так об этом же на CNN и на MSNBC не говорили, только на факсе сказали, поэтому Ксюша, кстати, живет во Флориде, адвокат тоже, иммиграционный, Ксюша, майор, как же ее, майорова, майорова, Ксюша, 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 юбочка из Плюша, но она вообще, из Рюша, из Рюши, вот так да, она вообще сразу, сразу дала этому оценку, тем, кто поддержал эту инициативу, это все продиктовано расизмом, потому что вот вы расисты, и все. Вот ты когда упомянул китайцев, вот я должен сказать, насколько сегодня вот это вот, вот эти вот социал-мидии, насколько это болото, и в то же время это еще источники информации, вот одна женщина рассказала буквально несколько дней назад о том, что в Техасе невероятное количество вот этих вот китайских, в кавычках, иммигрантов, которые приезжают сюда тысячами, тысячами, и рожают детей, да, добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем. приятного рождения. Это я еще раз... Алло. Да-да-да, конечно. Это я еще раз звоню, потому что Анатолий не совсем... Да, я... Я знаю о том, что это дохло до верхнего суда, не надо так это представлять, я вот достаточно информированный человек. Просто, вы помните, как это было? Сначала Руслан Трамп заявил в наш Департмент оф Джастис, но в Working Day на 24-7, там было очень мало времени до начала печати, распечатывания этих опросников. Мы успеем, мы сделаем и мы вернем. И что? Ничего. Не успели, извините, извините нас. Я лично распределиваю. Если бы это были демократы на таком же принципе, они бы жевали бы когти, как нейроники, чтобы пробить так, как они хотят. Ну, ладно, не вышло, ну, мы бы делали до Верховного Ребята, это не все неоправдание. конечно. А, в целом, это будут те же 5 миллионов просчитаны ли... Нет, я в корне... Вы знаете, чем отличается... Спасибо, мы поняли. Вообще, в этом это принципиальное различие между политикой демократов и республикантов. Да, совершенно верно. Демократы действуют как большевики. Ведь вспомните, во имя революции нужно кого-то посадить, посадим, убить, убьем, уничтожить целый народ, уничтожим. Это большевистская практика. Это то, что практикуют демократы. И очень жаль, что некоторые наши сограждане бывшие, которые приехали из бывшего Советского Союза, этого не понимают, не видят. Я в корне с вами не согласен в том, что Трамп просто так сдался. Во-первых, он не сдался. Это временное было решение оставить это на потом. Потому что есть гораздо более важные вопросы, которые сегодня Трампу нужно решить. И вот Толик правильно сказал, что пока это все отложилось. Добрый день, мы вас слушаем, и вы в эфире. Здравствуйте. Совершенно согласна с Сергеем, что демократы действуют как большевики, как фашисты. Но почему они так действуют? потому что они пальцем не ударили, чтобы эта страна была великой. Никакой, совершенно не участвовали в том, чтобы строить здесь хорошую экономику и все прочее, чтобы у нас жизнь была хорошая. Но что они сделали? Они захватили контроль над средствами массовой информации, над образовательной системой, над юридической системой и так далее. Поэтому они могут любого практически, даже абсолютно честного человека превратить его в ничто, уничтожить его жизнь, его семью и его самого. Если не физически, хотя они физически это делают, то, по крайней мере, вот карьеру его разрушить и так далее, благосостояние. Примеров тысячу. Спасибо большое. Значит, вы правильно абсолютно сказали, Мария, по поводу средств массовой информации. В 1895 году Ленин сказал, первое, что нам нужно сделать, это создать наш орган печати. Вот тогда была создана вот эта газета «Искра», кажется, да? Вот. И надо же было как-то одурманивать людям головы. Значит, вот была создана газета, листовки распространялись. Сегодня это действительно средства массовой информации, которые промывают мозги нам сутками и их, к сожалению, очень много. Да, по поводу вот этих всех правил иммигрантов, какой еще способ борьбы? Вы помните, что несколько дней назад или сколько, пару недель назад было сказано, что будут иммиграционные рейды. И в список городов ходили Чикаго, естественно, Атланта, Балтимор, Денвер, Хьюстон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, ну, в общем, там длинный список городов. И говорили, что вот, эти рейды только говорят, а на самом деле их потом отменят. Вот Сережа рассказал случай из моей жизни. Две недели назад мы были у клиентов дома, и вдруг хозяйка взяла телефонный звонок, побелела и говорит, я должна бежать, у меня Айс в офисе, то есть приехал этот иммигрейшн кастом инфорсмент на работу, не знаю, результат не знаю, не спрашивал, но во всяком случае это есть, это в действии, более того, уже даже появилась информация, то есть некоторые мудрые головы сделали такой список ответных действий на то, если допустим кого-то задержат на улице или кому-то придут в дом, значит они сказали, что кому надо бояться, нужно бояться лицам безлегального иммиграционного статуса и нужно бояться эмигрантам, легальным эмигрантам, которые совершили какое-то преступление, то есть там никто не будет разбираться какое именно преступление, но вот просто будет учитываться тот факт и тут же даются вопросы, даются советы, например, если вам задали вопрос, то вы не должны врать, но и не должны говорить да-нет, вы должны сказать, что я хочу говорить только в присутствии адвоката, а вы можете сказать, что я предпочитаю хранить молчание, ни в коем случае нельзя сопротивляться, ну и так далее, то есть вот вам, пожалуйста, вместо того, чтобы думать о том, как же все-таки прекратить волну вот этой нелегальной эмиграции и как очистить нашу страну вот от тех нелегалов, которые, как говорится, портят эту страну, мы какие-то придумываем правила для того, чтобы им облегчить жизнь, более того, я помню, как сейчас, в прошлом году, по-моему, когда мэр Окленда в Калифорнии, она оповестила всех нелегалов, что вот будут вот такие рейды там на следующей неделе, прячьтесь, вот что они делают, господа, они, как Мария сказала, они ничего не сделали для Америки, да, они не собираются ничего делать, все, что им нужно, это голоса вот этих вот нелегалов, вот этих вот иммигрантов, которые совершили уже какие-то преступления, им нужны эти голоса, когда они вступают в борьбу за свои кресла в Конгрессе или в Сенате, или, или хотят стать президентами. Ты как думаешь, рождение, граждан, право гражданства по рождению отменять, не отменять? Я бы лично отменил, я считаю, что да, мое мнение. Но они из этого действительно устроили такой бизнес? Вот если, например, приехал человек сюда, ну, не знаю как, ну, давай скажем по рабочей визе или по студенческой, и вот влюбился, забеременел, родил, родила, наверное, да, но когда это превращается вот в этот вот туристический, туристический бизнес для рождения, то, естественно, все понимают, для чего они сюда приезжают. Причем, они здесь рожают, получают свидетельство рождения, и уезжают назад, да, ребенок не имеет к этой стране никакого отношения, но он считается гражданином США, потом, когда ему исполняется 18 или 21, но это адвокаты скажут, он заполняет аппликейшн на своих родителей, на воссоединение семьи. Давай еще. И родители приезжают там в течение полгода, и становятся, получают грин-карту, через, там, пять лет становятся гражданами, и становятся, так сказать, получателями бенефитов. Я знаю людей, которые много лет назад, она приехала сюда, это же, да, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Ирина из Атланты. Я хотела бы просто, как бы, я не совсем, может быть, правильно поняла, уточнить, может, вы можете разъяснить, вот этот правило или закон, который хочет Трамп сделать насчет отмены по рождению гражданства, это просто ситуация, если гражданин Америки рожает ребенка не в Америке, а где-то еще, то есть этот ребенок будет лишен гражданства тоже? Нет. Нет, нет, нет. Это имеется в виду, если рожает ребенок женщина. Это имеется в виду, когда люди нелегально приезжают в Америку и не являясь ни гражданином, ни, так сказать, ни обладателем грин-карты, ни постоянным жителем рожает ребенка и ребенок, рожденный на территории Америки, на территории США, автоматически становится гражданином США. Ну, вот представьте себе. Ну, то есть это не касается граждан? Нет, 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 абсолютно. Нет, конечно. Нет, нет. Если ребенок, гражданин США, родился, например, во время поездки на пляж в Мексику, то он все равно является гражданином. Имеется в виду рождение детей от женщин, которые находятся здесь, да, которые не граждане, или не галлы, которые специально сюда приезжают, которые едут в гости на восьмом с половиной месяце беременности, что самое опасным месяц. Да, давайте прервемся. продолжаем нашу программу. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я вам хотел сказать, что этот закон о рождении в Америке нельзя отменять. У меня лично есть приятель, с которым я в школе учился, и до сих пор он приезжает сюда. Он был рожден в посольстве в Америке в 1935 году. Всех их расстреляли, а его отец, потому что он родился в Америке с женой, уехал в Москву обратно. Поэтому он сурвайв, потому что не хотели связываться с ребятами. Скажите, пожалуйста, вы сказали, он родился в Америке в посольстве, а он что, сын дипломатов советских? Да, да. И он поэтому спасся все остальные были срыли. Услышьте меня. Он сын советских дипломатов? Да, да. Я не могу назвать вам имя. Неважно, не называйте имя. Дело в том, что 14-я поправка однозначно говорит, что право рождения, право на гражданство по рождению не распространяется на дипломатических работников. На него эта поправка как раз не распространяется. мы же говорим... Ну, по всемирателям они не знали об этом. Я не знаю, но я в ней учился с ним. Он приезжал несколько раз сюда, а теперь он там миллионер. Спасибо. Нет, мы говорили именно о нелегалах и о потоке этих нелегалов. Там однозначно сказано, на детей дипломатов эта поправка не распространяется. Добрый день. в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера один из кандидатов президента Соединенных Штатов, мэр города Нью-Йорка Дебилазия, Дебилазия, да. Вновь проявил инициативу по привлечению десятых миллионов нелегалов в нашу страну. Теперь уже помимо фут-тайм, профи-миндикейт и так далее, они будут получать и субсидированное жилье. Да, вот как раз сегодня пришло. А эта же инициатива заразная, она же пойдет по цепочке по территории страны. Скажите, пожалуйста, вот что же будет с законопослушными американцами? Им что? Как бы сказать, пойти в Горком опять запишаться в нелегалы? Спасибо. Да, мы уже обсуждали о том, что очень хорошая идея, чтобы вот стать нелегалами, пользоваться абсолютно вот безвозмездно всеми вот этими благами, которые предоставляют и хотят предоставить демократы. А не забывайте еще о том, что они же предлагают и бесплатное образование, и все, 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 чтобы было бесплатно и простить все долги. Между прочим, я хотел упомянуть о том, что вот на прошлой неделе был проведен опрос университета Манмутов и большинство американцев выступает против импичмента президента. 59% вопрошенных отметили, что Трампа не следует привлекать к ответственности и не стоит инициировать процедуру импичмента. То есть большинство все-таки считает, что он на своем месте. Импичмент, окончательного импичмента не будет. Понятно, что вся эта катавасия, вся эта дрянь, все это дерьмо затеяное спецслужбами совместно с демократами и продолжающиеся по сей день в комитетах конгресса расследования об импичменте. Никакого импичмента не будет, они будут медленно расследовать, потом найдут какие-нибудь, ну, как Шив заявлял, у нас есть неопровержимые доказательства, опять вбросят, как накануне выборов, вбросят какой-то кусок дерьма, который проститутки из медиа подхватят. И будут муссировать его сутками. Перед самыми выборами начнут, ну, все, давайте объявим импичмент, и у них не будет возможности у республиканцев не опровергнуть эту ложь, потому что это требует время, не даже в Сенате, так сказать, рассмотреть процедуру импичмента. Мне просто интересно, что еще они могут раскопать. Грежные, мерзкие, вот эти вот ушлепки, главный ушлепок, который там сидит на Эдлер. Такой же мерзкий тип. Ну, вот ты говоришь, что еще можно раскопать. Не ты говоришь, я вот говорю, что можно раскопать еще. У нас здесь звонок, давайте примем звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Поясните, пожалуйста, такой момент. Есть пакур Соединенных Штатов. Есть иммиграционные и паспортные службы государства. На каком основании Штаты или какой-то деблазио решает вопрос, что делать с иммигрантами так или иначе. Это же прерогатива чисто федеральная. Абсолютно. Нет же паспорта Штата, нет паспорта Нью-Йорка. Мне кажется, непонятно это дело. Абсолютно правы. Вы помните, был прецедент, когда Аризона пыталась там что-то противопоказать. противостоять Обаме, когда он и Верховный суд однозначно сказал, что нет, это прерогатива федерального правительства. Все, что касается миграционных вопросов, это прерогатива федерального правительства. И тем не менее, нелегалы получают водительские права. И в Калифорнии... Каждый коммунист, который стоит во главе штата или города какого-то, принимает свои решения. Лишь бы... Я не понимаю, ведь действительно получается, что демократы ставят интересы нелегалов, а точнее сказать, свои собственные интересы, потому что им нужны нелегалы. Потому что скажем, из штата из нашего, на примере нашего штата, работящие, так сказать, зарабатывающие, платящие налоги, люди из штата уезжают. Потому что невозможно, когда на протяжении десятилетия демократу гробили этот штат, обворовывали жителей этого штата, и люди начинают уезжать. Обворовывают через колоссальные налоги, через всякие всевозможные фи, и люди начинают уезжать. Но тогда же они потеряют федеральные деньги, потому что не только количество мест в Конгрессе определяется населением, но и суммы федеральных денег, которые выделяются штатам, они потеряют эти деньги. Поэтому они заманивают, привлекают, создают все условия для нелегалов, а оплачивают все эти, опять все те же оставшиеся в этом штате люди. То есть интересы политиков выше интересов избирателей. И нелегалов они используют исключительно в этих целях. Я не понимаю, как... Ну, есть среди нас тут умные адвокаты, образованные экономисты, но они этого не понимают или не хотят понимать. Слушаем вас. Ребята, я вопрос задал о юридической ответственности. Это же нарушение абсолютно прямое нарушение закона. Юридической ответственности почему за это нет? Спасибо. Потому что за Паласи нет юридической ответственности. То есть решение, которое принимает тот или иной чиновник или выборный какой-то на выборную должность человек, оно может быть оспорено в суде. Они могут аннулировать этот... То есть кто-то подаст встречный иск с требованием признать это незаконным. Это не уголовное наказание. Абсолютно. Это все административно. Еще один момент, который тоже вызвал бурную реакцию. Сначала вы помните наши местные экономисты с высшим образованием сетовали по поводу того, что Трамп ввел тарифы на китайские товары и теперь мы тут все бедные и бедные будем платить кучу денег за счет этого и пострадают. То есть мы пострадаем от того, что Трамп ввел эти тарифы. Теперь китайцы сказали, что они вводят тарифы на 75 миллиардов нашей продукции. Теперь тот же экономист говорит, ну вот теперь наши производители, наши фермеры пострадают. То есть когда Администрация Трампа вводит тарифы мы пострадаем. Когда китайцы вводят тариф опять мы пострадаем. Пострадаем. Я ему пишу, ты уже определись как-то. А Трамп в ответ на это сказал, ребята, найдите какие-то другие альтернативные решения для рынка сбыта для поставщиков. есть арифметика по этому поводу. Смотри, даже если Трамп введет 25% тарифов на китайскую продукцию, скажем, на 135 миллиардов долларов китайской продукции, вот что получается. Наш GDP ГРОС Воловой продукт. 20,5 триллионов долларов. Наши налоги, Билл, налогов всех, составляет 26,9 процента от GDP. Так вот, если ввести 25-процентный налог на вот считать на эти 135 миллиардов, то наш годовой вот этот налог от GDP составит, он был 26,9, а так он будет 27,5 десятых. То есть, ну, как-нибудь мы уже, наверное, переживем вот эти вот полтора миллиарда вот эти вот копейки. А ведь угрозу, которую реально представляет Китай, переоценить трудно. Мы думаем, к сожалению, о сегодняшнем дне. Давайте подумаем о наших детях и внуках. В какой стране они будут жить? Потому что все больше и больше появляется статей, что поколение наших детей, они вообще перестанут рожать и подумают, зачем нам рожать, чтобы наши дети мучились? Получается замкнутый круг. Люди, которые работают, которые обеспечивают, которые оплачивают билы, которые оплачивают расходы на своих детей, они чувствуют тяжесть, потому что содержать ребенка недешево. А зато те, которые приезжают сюда и рожают по 5-6 детей, у них расходов никаких нет. Вот эти, которые своими налогами должны их покрывать, оплачивать. Уровень рождаемости из-за этого в Европе среди европейцев упал на 1,3, а у мусульман по-моему 5 или 6. В Америке сегодня это по-моему 1,7 или 1,8. То есть чем хуже будет материальное положение граждан США, тем больше они будут задумываться над ним, сколько им нужно детей, 2 или 3, а может и вообще не нужно рожать. Зачем нам нужны дети? Потому что потом наши внуки будут жить при шариате, они будут жить в государстве, где будут абсолютно открыты все границы, когда будет все дозволено и все бесплатно и будет социализм. Ну и что касается расследований, вот вы знаете, что генеральный инспектор министерства юстиции проводил расследование по поводу файза обьюз, ну вот злоупотребление, вы знаете, секретный суд, который дал разрешение на прослушку предвыборной кампании Трампа. И вот по этому поводу проводилось расследование. Так вот Джон Саломон из The Hill сообщают на факсе сказал, что Хоровиц закончил свое расследование скорее всего на следующей неделе доклад будет передан генеральному прокурору и где-нибудь в сентябре до середины октября тут будет потихонечку снимать секретность этого доклада и тогда мы узнаем. Я думаю, что Коми, Бреннон, Клэпер, Сюзан Райс, Саманта Пауэр, вся эта вот шобла ищет адвокатов потихонечку, потому что они буквально нарушили закон, это криминальное нарушение, потому что оправдывающую информацию, которая подтверждала, что, скажем, Пападополос не нарушал закон и ничего такого противозаконного не делал, вот эта информация скрывалась, а это является прямым нарушением закона. так что те люди, которые подписывали от таких файз аппликейшн, было подписано четыре, насколько я знаю, Коми, Яйц, этот, который был заместителем генерального прокурора, господи, Розенстейн, Маккейб, вот эти люди подписывают аппликейшн, а вверху этого аппликейшн есть, как утверждает Шанхеннеддер, маленькая жарочка, что абсолютно проверено, все факты, изложенные здесь, являются абсолютной правдой, типа, клянусь на Библии, что это сплошная правда, значит, это ложь под присядой, я думаю, что, ну и как утверждает Джон Соломон, это будет довольно такой жестокий доклад, довольно сильный. Вот интересное сообщение, кстати, о нашем родном Вереносе, что в Вереносе мошенники представляются агентами Айс и требуют денег, угрожая депортации, то есть уже появилось, уже и это использовали, и вот согласно сообщениям полиции уже было два случая, когда люди звонили и представлялись как агентами Айс, якобы уполномоченные лица под угрозой депортации вымогали деньги у своих жертв. Оба случая произошли в какой-то короткий срок, буквально пару дней в юго-западном пригороде Иринойсе, это Палас Парк. Ну, пока что два случая было, ну, как видишь, используют любую информацию, любую возможность мошенники, чтобы заработать деньги. Ну, вот еще про Чикаго интересно, уже не в области политики, оказывается, наш чикагский аэропорт Медвей назван самым худшим в США. Вот так. Так что путешественники, которые были разочарованы ассортиментом мест отдыха в аэропорту или задержки рейса на низкое несколько часов, вряд ли они испытали такой шок. То есть, наверное, Медвей сегодня, к сожалению, не выполняет те требования, которые требуют от него пассажиры. Олег, спасибо. На этом мы будем заканчивать. И до встречи в следующем раз. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok